Так, что тут у нас? Чекбензопила, седьмая книга? Поехали. Рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас на распаковке манга Чекбензопила, седьмая книга. Сегодня забрал эту книжку, сразу решил записать видео, она еще в пленочке, тираж у нас первый. Вообще, в принципе, не читал седьмую часть, подожди, седьмую часть, вторую часть. Но прошлые одиннадцатого я читал, так что, как прочитаю эту книжку, запишу обзор со всеми теми прошлыми книгами. Ну и погнали к распаковочке. Обложка манги мне очень нравится, но дизайн не очень. Потому что твердая обложка у однотомника, был бы двутомник, было бы круто. Хотя, нулевой том по магической битве мне очень даже зашел. Хотя я знаю, почему мне нравится однотомник пилы, он слишком огромный. Но серьезно, взгляните на эту книжку, однотомник в таком формате, ну, такое себе. Кстати, поделитесь своим мнением, как бы вы хотели. Два тома в одном, то есть подождать, пока выйдет два тома, либо же по одному тому. Ну и сразу оцениваем запах. Ну, пахнет неплохо. Погнали открывать, и она хрустит. Внутренняя обложка не отличается. Так, это у нас однотомник. Форзад с такой изумрудного цвета, выглядит неплохо. Ну и давайте открывать. Как я и говорил, 12 том я еще не читал. В принципе, рисовочка Фудзимотова не изменилась. Все такая же, хорошая рисовка. Ну, а если брать его еще одну работу, это Fire Punch, ничем не отличаются. Эпичные моменты все так же хороши. Какая-то неприятная хрень здесь. Что это? Выпуклость. Вот такая последняя страничка. В 12 том закончился. Птица и война. Угу, понятно. Что насчет тиража? 40 тысяч экземпляров. Ни хрена себе. Да уж, ребята, вот это вы, конечно, выдали. Ну и на задней и внутренней обложке... Все то же самое. А вот это что? Понятно. Что-то какая-то скучная распаковочка вышла. Давайте покажу вам кадр того, как мой подписчик сжег томик истребителя демонов. Ну и еще немного найти о том, что это однотомник. Такой формат просто не подходит под такой размер книжки. Оно чувствуется какой-то пустой, когда ее листаешь. Нет, серьезно. Ну это бред. И да, я понимаю то, что Азбук хочет идти с ангоингом, потому что человек бензопила это конкретный хайп. Но мне такой формат вообще не заходит. Не знаю, что они будут делать с Ван Панчманом. Будут ли они выпускать также в однотомниках. Ну или же ждать, пока выйдет второй том и выпустить двутомник. Йоу-йоу-йоу-йоу! Стой! Дыши со мной! Он готов к гипнозу. Ты хочешь купить себе японскую мангу, но везде оверпайс по типу Бродяга по полторы тысячи, Джоджо по тысяча семьсот, а Берсерк вообще по две тысячи. Ну ты попал туда, куда надо. Мой магазин манги. Самые низкие цены на всем рынке. Немного о ценах. Джоджо двосместа до тысячи, Бродяга по семьсот девяносто рублей, любой том, Берсерк по шестьсот девяносто рублей. Ну и естественно, есть тома, которые продаются дороже, чем другие. Переходи скорее по ссылочке в описании и ознакомливайся с ассортиментом. Более 50 различных серий и около тысячи томов манги. Доставка по всем странам СНГ, а также бонусы к покупкам. Ну а на этом у меня всё. С вами был Хакоуру и помятая книжка из Читай-города. Спасибо большое за такую доставку. Подождите, забыл сказать, каптал здесь у нас белого цвета. Или блевотного какой-то цвета. Спасибо.